Первый домашний матч. Знаковое для болельщиков событие, но проходит оно без них. Вход для зрителей по-прежнему запрещен. Выигрыш и тот, кто живет рядом, открыл окно и наслаждайся. Либо смотри через забор. Эти болельщики, видимо, самые преданные. Сколько стоит место? Сколько у вас места стоит? Места не продаются, трибуны пустые, но в одиночестве «Динамо» болельщики не оставили. Ютились у забора, пока хозяева поля привыкали к пермской звезде. Эта встреча для команд – первая в новой футбольной истории. Обе встретились в дивизионе «Урал-Приволжье». В первом тайме с расположением фанатам повезло. Родные ворота напротив, здесь и была игра. Пермяки чаще владели мечом и атаковали. Возможно, поэтому расслабились, когда штрафной в центре поля обернулся голом в их ворота. Здесь момент Щербаков. Удар! Гоу! Вот так вот! Вот он опыт сказался! Евгений Щербаков забил в дальнюю девятку. После этого наши несколько раз подходили к воротам звезды, но отрыв увеличить не удалось. Согласованности мало, еще не наигранной связи. Я надеюсь на Щербакова, на Женю. Выиграем. Думаете? Да. А какой примерно счет? Ну, еще один забьем, в любом случае. 2-0 будет. Вперед, Синамон! Вперед, ЛД! Горбская звезда! Что? Самолет когда-то? Да не знаю тогда, а что такое? Не опознаешься. Да нет, нормально. Понадоедающе вам маленько. Даже одиночная поддержка, желание сравнять счеты. Второй тайм начался с давления звезды. Преимущество наших лишил угловой. Первый удар Корюкин отбивает, падает и пропускает повторно. Увеличить счет звезда не смогла. Мяч буквально облизал штангу. Впрочем, как и Динамо. А мяч постоянно перехватывали соперники. После дублеров Оренбурга разницу игры наши ощутили в полной мере. Говоря словами тренеров, выстояли. После двух гостевых побед не все будет просто для нашей команды в этой новой зоне. Поэтому все команды скорее всего такие же, вязкие, плотные, тяжелые. Хочу поблагодарить ребят, что все-таки выстроили. Может быть не все получалось, но по самодаче вообще никаких нареканий нет. Как бы нам, болельщикам, не хотелось каких-то новых задач, выхода в первую лигу. Но я так понял, что этого в ближайшие годы не произойдет. Но мы все равно поддерживаем нашу команду. В какой бы она лиге ни была, на каком месте. Пока, кстати, из 15 мест в турнирной таблице ПФЛ Динамо Барнаул на пятом. И хотя все немногочисленные болельщики рассчитывали на победу, ничья тоже хороший результат. Плюс одну очко. Вот так все вместе, как будто пандемии нет, болельщики провожают футболистов на отдых. Следующая игра у них 26 числа с Тюменью. Анастасия Дорога, Николай Шелкодин. С толком.